В летний сезон, когда в магазинах появляются вкусные свежие овощи и фрукты, самое время сделать заготовки на зиму. Делюсь рецептом итальянского томатного соуса с базиликом. Подробнее, как приготовить итальянский томатный соус на зиму, я расскажу ниже. Помидоры для этого рецепта постарайтесь выбрать ароматные и сочные, от этого сильно будет зависеть вкус соуса. Дополнительно можно добавить стебель сельдерея. Его необходимо потушить вместе с луком, а потом добавить в томатное пюре. Соус получается очень ароматным и вкусным. Подойдет для пасты лазаньи как основа для пиццы или супа. Помидоры, 1 килограмм. Лук, 1,5-2 штуки. Чеснок, 3-4 зубчиков. Орегано, 3 дробь 4 чайных ложки. Тимьян, 3 дробь 4 чайных ложки. Перец красный острый, 1 дробь 2 чайных ложки. Сахар, 2 чайных ложки. Соль, 2 чайных ложки. Уксус, 50 миллилитров. Оливковое масло, 50 миллилитров. Лавровый лист, 1-2 штук. Базилик, 1 пучок. Количество порций, 4. Подготовьте все ингредиенты. На помидорах сделайте надрез крест-накрест. Залейте кипятком, оставьте на 5 минут. Затем обдайте ледяной водой. Очистите помидоры от кожицы, удалите семена, нарежьте на ломтики для удобства. Измельчите помидоры блендером до состояния пюре. Поставьте томатное пюре на медленный огонь и дайте закипеть. Репчатый лук нарежьте на мелкие кубики и обжарьте в сковороде до мягкости. Зажаривать лук не нужно. Когда лук будет почти готов, добавьте измельченный чеснок и жарьте все вместе 1-2 минуты. Добавьте лук и чеснок в томатное пюре. Варите полчаса, периодически помешивая. Затем добавьте все специи, мелко порубленную зелень, сахар и соль. Тушите томатный соус еще примерно полчаса, консистенция должна напоминать густую сметану. Удалите лавровый лист, влейте уксус, доведите до кипения и снимет соус с плиты. Разлейте соус по заранее стерилизованным баночкам, закрутите крышками и оставьте охлаждаться. Затем можно убрать соус в прохладное место. Итальянский томатный соус на зиму готов.